Общее сведение. Ромбовидный гласит – заболевание, поражающее дарзальную поверхность языка. Чаще ромбовидный гласит диагностируют у мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Доказано, что вредные привычки курения, злоупотребления алкоголем увеличивают риски возникновения патологических изменений слизистой спинки языка. У детей ромбовидный гласит практически не встречается. Распространенность ромбовидного гласита среди всех заболеваний слизистой оболочки полости рта составляет около 10%. Наиболее частое поражение языка сочетается с кандидозом полости рта, сахарным диабетом, рецидивирующим герпетическим стоматитом. При язвенной болезни желудка вероятность развития ромбовидного гласита составляет от 5 до 15%. Ромбовидный гласит в речине ромбовидного гласита. На сегодняшний день этиология ромбовидного гласита остается не до конца изученной. Одни ученые считают, что в основе патологических изменений слизистой языка лежат дисомбриогенетические нарушения, в результате которых на дорзальной поверхности органа остается непарный бугорок. Под воздействием табакокурения происходит хроническое раздражение дополнительного петелиального слоя дорзальной поверхности языка, что приводит к его гиперплазии. Также среди специалистов в области стоматологии существует мнение, что ромбовидный гласит является следствием хронических воспалительных процессов органов системы пищеварения. Так как поражение языка практически в сотый год процент случаев сочетается с активизацией условно-патогенных дрожжевых грибков рода кандида, некоторые специалисты относят ромбовидный гласит к хроническим кандидозам. Уплотнение слизистой при ромбовидном гласите происходит за счет активного деления клеток шиповатого слоя петелия. В патч-лизистой основе выявляют незначительные воспалительные инфильтраты. Для бугристой гиперпластической форм ромбовидного гласита характерны акантоз, гиперкератоз, пролиферативные изменения фиброзной ткани. Классификация ромбовидного гласита. В стоматологии различают реклинических формы ромбовидного гласита, гладкая-плоская форма. Характеризуется появлением вдоль срединной линии языка участка слизистой красного цвета в виде ромба или овала. В подопителиальной ткани обнаруживают незначительную воспалительную инфильтрацию. Признаки акантоза не выражены. Бугристая форма. На дистальной поверхности языка образуются небольшие одинаковые по высоте бугорки, разделенные участками слизистой. Выражены процессы пролиферации соединительной ткани. Наблюдается гиперкератоз в сочетании с акантозом. Гиперпластическая папилломатозная форма. Характеризуется появлением папилломатозных выростов на широкой ножке со срезанной вершиной. В собственной петелиальном слое развивается воспалительная инфильтрация. Присутствуют признаки акантоза, фиброза. Симптомы ромбовидного гласита. У большинства пациентов с ромбовидным гласитом жалобы отсутствуют. Чаще всего уплотнения слизистой языка выявляют случайно во время профилактического осмотра. Иногда может присутствовать ощущение шершавости, сухости, жжения языка. Клинически на задней трети языка вдоль срединной линии определяется зона поражения. Красного, реже синюшного, цвета овальной, ромбовидной или округлой формы. При ороговивании поверхностного слоя петелия ромбовидный гласит приобретает ополисцирующий оттенок. Нитевидные сосочки на поверхности отсутствуют. При гладкой форме ромбовидного гласита участок патологически измененной слизистой имеет блестящую ярко-красную поверхность западает. По отношению к окружающим тканям. При пальпации пораженная область уплотненная, безболезненная. При бугристой форме ромбовидного гласита на задней поверхности языка образуется несколько бугорков, находящихся в одной плоскости и отделенных друг от друга складками слизистой. Поверхность выростов чаще приобретает синюшный оттенок. Слизистая, разделяющая бугорки, склонок к розированию. Папилломатозная форма ромбовидного гласита характеризуется появлением на дистальной трети дорзальной поверхности языка разрастаний. Слизистый бледно-разового цвета с широкими основаниями и плоскими вершинами. Папилломатозные выросты могут достигать до 3,5 см восточной долготеаметрии, что приносит пациенту значительный дискомфорт, вызывая ощущение инородного тела в горле. Диагностика ромбовидного гласита. Постановка диагноза ромбовидный гласит базируется на основании анализа данных анамнеза и результатов клинического обследования. Среди дополнительных методов диагностики используют бактериологическое, микологическое и цитологическое исследования. В ходе физикального осмотра врач-стоматолог выявляет на задней трети языка вдоль срединной линии участок слизистой, чаще ромбовидной. Формы с лакированной красной поверхностью полностью лишенной нетевидных сосочков. Реже встречаются бугристые папилломатозные формы, при которых на дистальной поверхности языка образуется разрастание розового райтсинюшного или ополисцирующего оттенка. При пальпаторном обследовании патологически измененная слизистая умеренно уплотненная, безболезненная. Общее состояние у пациентов с ромбовидным гласитом не нарушено. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Практически всегда при микроскопическом исследовании соскобой с пораженного участка языка обнаруживают скопление почкующихся и не почкующихся клеток грибов, кандида, тонкие ветвящиеся нити псевдомицелия, что подтверждает наличие кандидозного стоматита. Индекс Гринвермиллиона свидетельствует о низком уровне гигиены. У пациентов с ромбовидным гласитом выявляют надвисневые и подвисневые зубные отложения, множественные кариозные дефекты. Появление изъязвлений, вегетации, язв с плотным основанием при бугристой или гиперпластической форме является показанием для сечения патологически измененной ткани с последующим гистологическим исследованием полученного в ходе операции материала с целью исключения Возможные малигнизации ромбовидного гласита Дифференцируют ромбовидный гласит с дисквомотивным гласитом, красным плоским лишаем, туберкулезом, сифилисом, папилломатозом. Злокачественными новообразованиями Обследование проводит стоматолог-терапевт При появлении симптомов малигнизации показана консультация онколога Продолжение следует...